Приветствую вас, и то, что вы описываете, является в данном случае естественным следствием того, что вы переживаете тяжелую ситуацию, которая не вами, достаточно мотивационно не подкреплена, не, собственно говоря, вашей супругой, то есть вы ее любите, она вас любит, вы все равно разводите. И вы написали, что из-за собственных ошибок вы развелись, непонятно, чьих именно ошибок ваших или жены, но, тем не менее, факт, что вы как будто бы запрограммировали себя на определенное поведение, при этом игнорируете золчусть, игнорируете интуицию, которая, как бы, говорят, что, в общем-то, нужно вам ориентироваться именно на ощущение, на чувство и не спешить с разводом. И вот, в результате того, что у вас возникает такое противоречие, когда вы знаете, что любите человека, и знаете, что человек любит вас, но при этом вы уже не вместе, вы стремленно занимаетесь тем, что становитесь друг от друга все дальше, дальше и дальше. Вот в результате этого довольно противоречивого поведения у вас и возникла, у вас и возникла такая вот ситуация, такое вот ощущение. Что нужно здесь? Во-первых, и по факту разобрать все конфликтные ситуации, которые у вас произошли, понять их причину, постараться понять их причину, ведь паническая атака происходит вследствие неразрешенных конфликтов, паническая атака происходит как вариант в связи с невозможностью разрешить проблему. И вот, как бы, направление деятельности в том, чтобы постараться распутать клубок ваших ошибок, представить себя винить и сделать из них выводы, нацелившись на вновь воссоединение с супругой, так как ведь она вас любит, и является, по сути, основным решением вашего вопроса. То есть, что делают в технике? Техники априори помогают вот сиюминутно снять ваше напряжение. Тут вам помогает, например, то, что описал коллега. Но причина от этого не уйдет, причина от этого не устранится, и, соответственно, нужно работать с причиной. Причина – это обстоятельства всей вашей жизни, ваши поступки, ваше поведение и решение. И, сперва, нужно совсем подробно разобраться вам, чтобы лишить вас всех внутренних конфликтов. А потом, возможно, постараться, вот уже будучи обновленным, встретиться с женой и поговорить с ней. И по сути возглавить к тому, что все ошибки, они могут быть исправлены. И все плохие вещи могут быть забыты, если есть чувства. Вы пишите, что чувство есть, значит, возможно, все еще можно исправить. Главное – подобрать правильную позицию, правильное направление своих действий и работать в этом направлении. Потому что сейчас, возможно, вы подчинились обстоятельству. И, сделав это, подчинившись обстоятельству, вы, наверное, полагаете, что ваши внутренние ощущения так просто уйдут. Вы, наверное, полагаете, что внешне делая то, что нужно, внешне занимаясь тем, что следует, вы решите проблему. На самом деле, вы проблему не решите, потому что, вероятно, вам все, что вы делаете сейчас, кажется каким-то неестественным, ненормальным, неприятным. И, чтобы этого не было, как раз так, чтобы этого не случилось, нужно разбираться с вашими проблемами. Первое, о чем нужно спросить, первый вопрос, который нужно вам, вам и себе задать – это, когда начались проблемы. Вот просто, когда начались проблемы в ваших отношениях с женой. Ведь она любит вас, вы любите ее, все хорошо, все прекрасно. Но, тем не менее, проблемы есть. И это довольно серьезные проблемы, раз они привели к расформу, несмотря на ваши чувства. Значит, они начались давно, и вот с их изначального появления нужно начинать разговор. И постепенно, постепенно анализировать всю ситуацию, которая произошла с вами и с ней тогда, в то время, чтобы сделать правильные выводы. А после, уже выступая таким измененным, вернуться к жене и постараться с ней поговорить, прийти к какому-то единому решению. Даже если это единое решение не будет означать обязательного воссоединения, то, по крайней мере, вы придете к чему-то. И вот это вот подвешенное состояние, что вы внутренне ее не отпустили, да, у вас уйдет. Какая-то определенность, особенно важная даже для мужчины. Потому что мужчина больше нуждается в определенности, чем женщина. Ведь мужчина логит по своей сути. Вот именно к этому вам и нужно стремиться. Если сможем этого добиться, либо вы самостоятельны, либо вы с помощью психолога, которого вы выберете на нашем сайте, то у вас обязательно все будет хорошо. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду вам благодарен.